Денежная фея Денежная фея В результате происшествия в республиканскую больницу с травмами, несовместимыми с жизнью, был доставлен пешеход. Мужчина монголоидной расы, возраст около 40-50 лет, который скончался во время оказания медицинской помощи. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшего. 989 тысяч рублей перечислила себе бухгалтер одного из учреждений культуры региона. В Кызыле сотрудниками полиции выявлен факт мошенничества в крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, совершенное в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. При проведении допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что денежные средства потратила на собственные нужды. В настоящее время подозреваемые избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время опереуполномоченными проверяются возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигурантки уголовного дела. Вскрылся с места ДТП. 19-летний житель Кызыла возле Центра русской культуры, увидев наряд ДПС, дал по газам и хотел скрыться, но не смог воплотить в жизнь свой замысел. Сотрудники госавтоинспекции догнали его около третьей школы. При задержании стало ясно, что водитель пьян. Сотрудники госавтоинспекции уголовного дела, увидев, что водитель пьян. Кроме того, что он управлял машиной, будучи под шофе, так у его железного коня не оказалось переднего бампера и госномеров. На вопрос, что с машиной, горе-водитель ответил, что две недели назад купил ее в таком состоянии, а на ремонт у него просто не было денег. Однако на месте выяснилось, что водитель скрылся с места ДТП. Предварительно установлено, что он, выезжая с улицы Чехова, не уступил дорогу машине, которая проезжала по улице Рабочей, которая, кстати, была главной, и допустил столкновение с автомашиной Ниссан Сани под управлением 21-летнего водителя. К счастью, ни один из участников ДТП не пострадал. Я, получается, двигался в восточном направлении, вот по рабочей, около 60-55 километров. И вот уже, проезжая пешеходный переход, с этой стороны ВАЗ-2707 выезжал. Ну, я как бы обруливал его, влево уходил, а тот как будто газу специально дал, и, получается, ударил меня в заднее правое крыло, меня развернуло, и в итоге я в ключе. Теперь молодому человеку грозит серьезный штраф и лишение права на управление автомобилем на срок от полутора до двух лет. Пьяные водители на дорогах. О них мы не раз рассказывали в наших выпусках. Инспекторы задерживают, суды лишают права управления, по телевидению этих людей показывают. Но, к сожалению, пока эта проблема по-прежнему остается одной из самых острых. Ведь по вине пьяных водителей происходит больше всего дорожно-транспортных происшествий. Пока общество ищет пути решения, практически ежедневно, как показывает статистика, хоть один человек, но садится за руль, будучи под шофе. Так, минувшие сутки сотрудниками ГИБДД в Кызыле задержали 44 любителя пьяной езды. Среди нетрезвых водителей – две женщины. Также сотрудниками полиции задержано 62 водителя, которые управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения. Им грозит административное наказание в виде штрафа от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. С 22 по 28 октября в республике зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий, где 3 человека погибли, 7 были травмированы. За неделю в регионе инспекторы задержали 79 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них 3 автоледи. Внимание! Впервые! Народные деньги объявляют акцию «10 на 10 за 10». За М10 тысяч на 10 дней переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в народные деньги. Такого еще не было. ДТП. Столкновение трех машин в том числе. 26 октября на пересечении улицы Рабочая и интернациональная города Кызыла совершено ДТП. 33-летний водитель автомашины ВАЗ не пропустил карету скорой помощи и допустил столкновение с автомашинами ВАЗ-21-104 и «Газели». По словам очевидцев, карета скорой помощи везла больного с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальными сигналами. На 33-летнего водителя, по вине которого произошло ДТП, составлен административный протокол и вынесен штраф на сумму 500 рублей. Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Также 33-летний водитель должен возместить материальный ущерб другим участникам ДТП. Денежная фея уплатит штраф. Прокуратурой Барунхемтинского района Республики в ходе проверки нелегальной деятельности по предоставлению потребительских займов установлено, что микрофинансовая организация «Денежная фея» не зарегистрирована и в государственном реестре не состоит. По выявленному нарушению деятельность организации по выдаче микрозаймов прекращена. Кроме того, в отношении генерального директора возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи судебного участка Барунхемтинского района руководитель «Денежная фея» признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. На этом у меня все. Не забывайте сообщать нам о происшествиях, в которых вы стали очевидцами. Вы можете стать соавтором программы, а этот выпуск смотрите также на нашем YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова